Главный общий пункт состоит в собирании земель. И 21 век отличается от веков ушедших тем, что собирание земель должно происходить на строго добровольной, обоюдо добровольной основе, а не с помощью танков. То есть против как бы собирания земель танками у человечества возник определенный иммунитет. Сейчас вот это как бы, как только кто-то говорит, что завоюем, а дальше уж как-нибудь там покорятся и будут нормально существовать. Нет, там эта боль, она будет оставаться. Вот нас кто-то когда-то нагнул. Такое люди сейчас будут долго помнить, обиды помнят. Но если провести референдум, если объяснить людям на самом деле, что вот эта вся деятельность конца 80-х, начала 90-х, когда развалился СССР, она была, ну это не было их внутреннее, да, это им ну как бы нашептали. Ну на самом деле им нашептали. Там бесы или нашептали, или западные партнеры нашептали, это не важно. Но важно, что это не настоящее, этого нет. На самом деле была одна большая страна, и прекрасно люди в ней жили. И вот эта большая страна должна вернуться. Как она будет называться, в принципе, совершенно без разницы. И, например, Украина может говорить, что это Киевская Русь, и я не буду возражать нисколько. Кстати, часто бывает, что меня спрашивают украинцы, говорят, Алексей, а в курсе ли ты вот про свои, осуждаешь тут о своей Святой Руси? В курсе ли ты, что Святая Русь на самом деле наша, Киевская? Я всегда отвечаю радостно, конечно, я в курсе, и Киев мы вообще сделаем столицей России, если вы очень хотите этого. Мы можем уступить вам столицу. Ну вот, ответа обычно никакого нет. Видимо, человек офигевает и отваливается обдумывать ответ. Ну и еще бывает такая ситуация, что вот человек внутренне как-то вот он ненавидит, да, ненавидит, ненавидит что-то в нас. Ненавидит вот эту всю там какую-то милитаризированную военщину, да, культ там силы, боевики, которые куда-то там заходят, жрут водку там, брутальные матерятся, они что-то такое делают, ненавидят, и вдруг оказывается, что он на самом деле все это время любил. Он у него так, вот эта вот любовь через ненависть выражалась. Мне кажется, что это вот как раз случай Украины, то есть на самом деле Украина нас очень любит, но сейчас эта любовь, она через, она просто имеет канал выражения через ненависть. Ну, уже не сейчас, а там пять лет назад. И сейчас уже все это отходит. Вот сейчас, может быть, будет какой-то референдум, если правда будет, о том, в каком модусе относиться к России, да, если он пройдет на Украине. Мы посмотрим на результаты. И кажется, что пройдет еще лет пять-десять, можно просто провести референдум объединения, и все. И никто из нас не проиграет. Проиграют наши западные партнеры, да, ну, потому что страна станет гораздо сильнее. Ну, опять же, очень далекий партнер проиграют. Европейцам тоже можно как-то впарить то, что, ну, реально им только лучше станет, как того, что здесь все успокоятся. Объединяющий референдум с Беларусью, это можно прямо сейчас сделать. То есть первое действие – это объединение с Беларусью. То есть, которое, ну, как бы, как я ожидаю, пройдет без очка, без задоринки, без единого. Не то, что выстрела, ну, практически там, может, какая-то часть населения, ну, всегда какая-то часть населения недовольна. Ну, я думаю, результат референдума будет, ну, не меньше, чем 70 на 30. Может быть, и 80 на 20. Так. Ну, второе действие – это безоговорочное признание Донбасса российским с немедленной оговоркой, что любой украинец, который тоже хочет считать себя российским, получает украинский паспорт. То есть это уже, на самом деле, делается. Это как Путин делает, да? Некоторые действия будут просто продолжением действий Путина. Это не надо, тут не надо, как бы, не надо этого пугаться. Некоторые действия просто Путин не доделал. Вот. То есть объявление о том, что любой житель нашей территории… Ну, вот вопрос, где проходят границы нашей территории, это вопрос, на самом деле, размытый, он тонкий. То есть, скажем, будем ли мы пытаться проводить политику, объединяющую нас с Закарпатьем? Я не знаю, это вопрос специального семинара, специального. Я созову умных людей в стране, всех, и буду с ними беседовать про это. То есть, где есть естественные границы России? Ну, конечно, они шире, чем текущие, это совершенно ясно. Но это вопрос, где они на самом деле проходят. Ну и дальше, вот, внутри всех, естественно, границ России проводится добровольная раздача паспортов. В том числе, там, ну, с приглашениями просто какой-нибудь большой форум, да, проведу. Третье, да, кстати, третье, можно сказать, второе и третье примерно об одном. Огромный такой форум. Нужно назвать каким-то образом эту территорию. То есть, ту территорию, которая потом будет одной-единой страной, нужно сейчас, ну, временно как-то ее назвать. Ну, типа, там, таможенного союза, да? Но только не таможенного, а именно, там, полноценный союз государств. Будет большой форум, на форуме будет объявляться, что вы можете получить гражданство. Россия без ограничений мгновенно сегодня. Вот. Если кто-то из... из наших соседей тоже захочет раздавать паспорта нашим, пусть раздает. Ничего плохого в этом, конечно, нет. То есть, появление человека с 15 паспортами не будет восприниматься как предательство Родины, потому что настоящая-то Родина одна, это вот одна большая страна. А все, что до этого происходит, это просто игра в паспорта. Другое дело, человек, получающий там паспорт Америки, наряду с российским или паспорт Англии, тут тонкость такая, тонкий вопрос, предатель он или не предатель. Я не хочу сейчас в это вдаваться, потому что многие мои знакомые именно такие. И если я их называю предателями, они могут обидеться. Ну, ничего, опять же, страшного нет, я же не хочу их там побить или тюрьму посадить. Опять же, да, четвертое действие. Тут мы переходим к пункту 4. Пункт 4 это значительное снижение риторики напряжения. Объединение должно происходить совершенно так, как бы, вот, непринужденно. Мы взяли гитары, мы идем и поем, да. Идем по всей большой России и поем. Вот, ну, временно это называется союз, союз стран. Вот, там и сям поем песни, общаемся, братаемся. Кто пьет, тот водку пьет радостно там. То есть это как бы, вот, и четвертое, что я сделаю, значит, я выпущу всех людей, которые сейчас в тюрьмах сидят и сидят просто за слова. Призову немедленно сделать то же самое соседние страны. То есть у нас сидит какое-то количество народу за слова, за экстремизм, выраженный в словах. Ну, вот, когда это слова действительно призыва к осуществлению насилия, то тогда, может быть, человек и, ну, достоин тюрьмы. Ну, трудно сказать, тоже, я не знаю даже. Иногда такие просто люди, ну, по глупости что-нибудь сказали. Ну, в общем, здесь трудно сказать. Но если человек просто заявляет что-то, не связанное с насилием, он не может сидеть в тюрьме. Это абсурдно. Поэтому я сразу выпущу людей. А вот люди, которые по обвинениям таким странным сидят. Но еще гораздо больше народу сидит по таким обвинениям именно по нашему периметру. И я призову действующих руководителей этих стран сделать то же самое, выпустить их немедленно. Там сидят за что? Именно за то, что я говорю, за то, что мы должны быть одной страной. За что сидят люди там в северном Казахстане? За объяснение, что казахстанская государственность не должна существовать. А должна существовать и российская. Но вот в мягкой форме это называется, что на самом деле не российская, не казахстанская. Нет, есть государственность русская, которая включает все страны и все национальности. Русские это собирательный образ. Поэтому пункт пятый. В пункт пятом я объясню, что такое русский народ. Это еще никто не проделывал на всю страну громко и отчетливо. У Тростникова это написано в книгах. Но Тростников, во-первых, уже умер. Во-вторых, его учебник не стал учебником, по которому учатся школьники. Я введу... В пункт пятый это, собственно, учебники. Я введу учебники по всей большой России, но я не могу их насильно ввести за пределами нашей границы. Но, понимаете, есть миллион способов сделать так, чтобы ученики тех территорий, которые будут нашими братьями, тоже по этим учебникам учились. Поверьте мне, это возможно организовать. Так вот, значит, нужно выпустить нормальный, честный учебник русской истории. Так как все было. Волков его пишет. Ну, народная монархия для воодушевления просто нужна. Книга народной монархии просто станет... Ну, книга, которую будут изучать везде. Сейчас, Солоневич. Народная монархия. Ну, и, значит, тут начинается плавный переход к пункту шесть. Пункт шесть связан с тем, что честная книга об истории неминуемо коснется вопроса о зверствах большевиков и вообще о мраке того периода. А у нас очень много народу, на самом деле, думает, что объединение как раз возможно только через отрицание преступлений социализма и большевизма начального периода, в частности, и сталинизма последующего, что вот когда мы перестанем ругать своих вождей, вот тогда-то мы и объединимся. И в пункте шесть, пункт шесть очень сложный, потому что придется от этого все-таки понимания избавиться. Нам придется изучить факты того времени и признать, что, ну, никак невозможно оправдать людей, которые действовали таким образом. То есть в пункте шесть мы будем, в общем, аккуратно, ненавязчиво, но проводить декоммунизацию. Да-да-да, я понимаю, здесь многие сейчас скажут, что все, с этого момента мы голосовать за Салатеева не будем. Хочу сразу предупредить, что в пункте семь упразднение выборов вообще, в принципе, то есть выборы, которые будут, приведут к выбору меня, будут последними выборами в истории страны, пока я жив и в своем уме. Вот, и дальнейшие выборы будут только если я себя признаю уже невозможным, негодным к царству, или мое окружение осуществит дворцовый переворот и скинет меня. В этот момент я завещаю провести снова выборы. То есть выборы происходят только тогда, когда совершенно не ясно, кто следующий глава, чтобы избежать гражданской войны. В нормальной ситуации выборы совершенно не нужны, потому что это всегда ясно. Ну, действительно, кто сейчас может сказать, что я говорю неправду, это голая истина. Что все эти годы было все равно ясно, кто правдает России, и все выборы были чистой, так сказать, этой самой, ну, понятно, чистой комедией. Ну, и вот эту комедию мы уберем, она никому не нужна, она только людям души травит. Поэтому, если вы меня выбираете, вы меня выбираете навсегда. Просто это нужно понимать. Эти выборы будут последними. в очень долгий период. А если я назначу преемника, и его примут, то даже и после меня их очень долго не будет. Вот. Семь, да, у нас? Может, ими пока хватит? Я подумаю, может, я еще три найду. Если моя голова будет светлой, как сейчас, то когда я почувствую, что я больше не способен, я просто сам скажу, что, ребята, проводите выборы, или вот вам следующий, вот он будет. Вот, Назарбаев, кстати, вариант. Блин, я... Назарбаев даже по-другому относиться стал. То есть, ему хватило множество сказать, что он больше не может. Да? Вот. И как бы, он действительно уже, по сути, не очень контролирует ситуацию. То есть, я знаю историю, как... Очень серьезный русский профессор, который... Ну, который... Он живет в Казахстане и, в общем, топит за Казахстан и за всех сил, и вообще. Такой, как бы, очень прикормленный, хороший профессор. У него была дача, и его отжали... У него дачу отжали. Просто потому, что он не казах. И Назарбаев клялся и божился, что он ее вернет. Вот он... Ну, просто реально он клялся и божился, но он не смог ее вернуть. По крайней мере, так мне излагали это два года назад, когда мы были в Казахстане. Но фамилию профессора я не буду называть. Я думаю, что любой человек, который в теме казахстан, он эту фамилию знает. Известный ученый. Вот. И я только намекнул, что эта фамилия используется в одном очень популярном в советское время фильме в стиле... В стиле фэнтези. Такой, как бы, фантастики будущего. Ну, или даже не будущего. Но, в общем, некоторые есть фильм. Там вот фамилия такая же. Вот. И вот этот человек лишился дачи, и ему его... Ему не смог он вернуть Назарбаев. То есть, власти у него реально нет. Ну, и, как бы, поняв это, он просто сказал, что ладно. Раз не знаешь, я ухожу. Но вот если я почувствую, что у меня власти нет, зачем я должен... Зачем я тут сижу, если у меня нет власти в стране? Я не буду сидеть. А если я сойду с ума, а там от того, что у меня до этого 20 лет я буду там авторитарно управлять страной, там, как какой-нибудь король солнца, сойду с ума, так пусть меня скинут. Вот. Я разрешаю. Дворцовый переворот – нормальное совершенно явление. А я считаю, что если народ, как бы... Да, номер восемь, конечно, Вселенский собор. Вот. И Всеправославный собор, на котором будет помазание меня на царство. И если его не будет, я царствовать просто не буду. То есть это обязательное условие, абсолютно. Вот. А, ну, собственно, осталось два условия, да, еще придумать? Два условия. У меня было. А, девятое – немедленный запрет на рекламу во время трансляции чего бы то ни было. Немедленно и навсегда. Никакой рекламы по телевизору общественному. Да, но я сказал уже, что вообще накал телевидения будет убран. То есть телевидение превратится из накаляющей такой вот железки в нормальный рассказ о чем-то. И будет полностью убрана реклама. И будем стараться в интернете, но там, где мы же не всем интернетом владеем. Я не могу сказать, я узурпирую весь интернет мира и запрещу везде рекламу. Везде, где мои руки дотянутся, реклама будет убрана. Про семейная политика. Это последний, десятый пункт. На самом деле будет еще много других, но вот из главных он, безусловно, должен войти в главные. Полный распуск всех вот этих вот опек по-западному. образу и подобию сделанных, которые детей просто отнимают ни за что. Всяческое подчеркивание именно семейных ценностей, а не ценностей каких-то разных форм браков и так далее. Вот, ну, что вот еще сказать. Очень большая поддержка многодетных семей. И вообще, на самом деле, все законодательство, которое есть у нас, оно все должно быть полностью освобождено от влияния западных вот этих государств, подвигиды там, не знаю кого, ЮНЕСКО, не ЮНЕСКО, вот этих, которые разваливают в общем семей, на самом деле, все. Вот, вот это будет десяток. Полное высвобождение России из-под этой программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова tropical